Друзья мои, снова всем привет! Ну что, весна у нас продолжается, правда зима никак не хочет сдаваться. Вчера как-то снега навалило целую-целую гору и все это моментально растаяло в течение дня и вечера. То есть зима никак не хочет сдаваться. Где же это была зимушка-зима, когда мы сидели тут ногами пурпули в ожидании льда. Мечта, когда же, когда же, уже все прогнозные сайты мониторишь, мониторишь, это еще в январе месяце. Думаешь, ну да, даже те сайты смотришь, которые не знаю откуда берут этот прогноз погоды, когда пишут сегодня ясно. Думаешь, хочется так прямо сказать, ты хотя бы в окно посмотри, какое там ясно, дождь там, ливень шпарит. Даже такие сайты уже, хотелось даже им верить. Ну так у нас лед, конечно же, не случился. Ну, соответственно, конечно же, Якутия рулит, вопросов нет. Посверлил я полутораметровый лед и на льду я все-таки побывал, в отличие от Калининградской области, где в этом году его, в общем-то, и не было. Ну и сегодня у нас 31 марта. Сегодня я решил, конечно же, отправиться на Судака. Честно говоря, это уже не первая моя попытка выхода на Судака. Я был где-то, наверное, неделю назад, тут была такая прям, блин, ребята, шикарнейшая погодка. Прям вообще, вот прям весна весновая. И все как-то резко изменилось, подули какие-то ветра, вот на неделе особо выехать было некуда. Ну и дела были другие. Ну а сегодня с утра более-менее погодка. С обеда там уже вроде по прогнозу раздувает, но вроде как не сильно. Поэтому можно попробовать выскочить сегодня в залив, попробовать заветную поклевку ощутить в руку. Это самое-самое ценное в ловле Судака, то, что у нас присутствует. Ну и в прошлую попытку моего выхода я, честно говоря, выехал очень поздновато как-то. Всего у меня на ловлю было, наверное, пару часов, чисто на вечерочку. И Судак как-то не очень хотел клевать в тот день, но прямо под вечер, когда наступили сумерки, это была какая-то какая-то прям пошла раздача, заброс, поклевка, сход. Поклевка, ребят. Как у нас щетка так прям в руку. Как звонко, блин, как Судак звонко, привет, дружи. Небольшое, приятно. Мелочи, приятно. Ну, такой даже зачетный. Начки я его отпущу. Красавчик. Супер, вот эта приманочка у меня. И в этой весной работа, смотрите, какая. А, расчепелился весь. Мне да монстр. Единственное, что сюда ведь Судачок был, ну, в основном весь мелковатый. Но, тем не менее, я какое-то удовольствие успел получить. К сожалению, когда уже ролик начал монтировать, уже многие кадры просто уже были в темноте. Многие поимки были в темноте. Там толком ни хрена не видно. С собой не было ни на камерного света. И, соответственно, ну, ролик полноценный я не стал делать. Многие поимки были в темноте. Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Сейчас вот только солнышко начало отогревать хоть что-то. Да, друзья, как-то я сегодня немножко не по погоде оделся, честно говоря, так подмерзаю, ё-моё. Сейчас вот руки вообще капитально мёрзли. С утреца там мороз, сейчас ещё ветер такой холодный. Сейчас хотя бы солнышко начало на руки попадать, руки отогрелись, потому что так как-то рыба-то отказывается клевать, что-то как-то не хочет. Валера там, ну, на порядок намного раньше меня приехал, конечно, он с рассвета был, я-то немножко попозже. Вот с утра было у него две поклёвки и всё на этом. Сейчас он рванул уже попробовать в другое место, но далековато мне идти, наверное, километров 5-6 отсюда, поэтому на своём дырчике я не поеду. Посмотрим, что он, может, там ему повезёт. Вот, ну, я буду здесь пробовать менять локации какие-то. Будем сейчас, уже несколько локаций сменил, пробую и так, и так уже приманок переполоскал, пока не хочет клевать. Пока ни в какую, уже хотя бы поклёвку в руку почувствовать, было бы недурно. Ветерочек-то ещё вообще обещают, то есть ветерочек-то ещё обещают вообще, что посильнее станет. Вот, ну, будем надеяться, что будут какие-то поклёвки. Главное, чтобы не мёрзнуть, а то как-то подлива замучает с носа течь. Друзья, я беру за обед, как в ванной, ни птычка, ни поклёвка. Уже, чё я только не перепробовал, как я уже, блин, я руки уже, вот якорь подымаю, блин, 10-15 минут на одном месте. Чуть-чуть перееду, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Уже, честно говоря, холодно. Бывало такое, что у меня аж колотило. Оделся я слабовато. Потом против ветерок-то обещают, что больше будет разгуливаться дальше. Не знаю. Не знаю. Народ тоже, смотри, тут шарохается, приходит, уходит. Ну, чё, махануть туда, к Валерии, что ли? Там, говорит, поклёвки какие-то есть и такие злые достаточно. Ладно, была-не была, погнали. Где-то мне, наверное, отсюда будет около часа, где-то буду идти, наверное. Ладно, бензо хватит. Бензо хватит. Ну что, погнали, друзья. Да, друзья, вот тот момент, когда не хватает более мощного мотора. Соскучившись на этом моторе и идти куда-то подальше. Ну, я уже думаю, в скором времени мы уже большую лодку запустим. И уже, блин, хотя бы поискать где-то активный судака. Судак есть, его по эколоду видно прекрасно. Ребята подходили с хорошим водолодом. Он стоит, ну, вот здесь как-то он плевать совсем-совсем не хочет. Скорость у мотора, ребят, заметно упала, потому что волнишка присутствует, небольшая. И, бедолага, еле-еле вывозит на 10 километров в час. Валер, хорошего поднял, неплохого. Ну, что, Валер, были вещи поклёвки? И тут посильнее задувает. Благо, хоть волна не сильно разгулялась. А там как в ванной, вообще, блин, не тычка. Блин, а правда обратно охренею ведь. Пока поветру тепло, хорошо. Сейчас вот против развернуться, уже продувает, блин, до кишок. Так, ну что, друзья, долетело достаточно быстро. Где-то получилось у меня, сейчас так, где-то за 40 минут летел аж волосы назад. Ладенька, будем пробовать, сейчас что-нибудь здесь пойму. Так, здесь надо утяжеляться. Дубина здесь гораздо больше. Народишь присутствует, пока не видно, чтобы что-то кто-то варил. Но обратно, я, честно говоря, ребята, идти охренею, потому что как-то, как-то холодно. Сюда-то я шел по ветру. Вполне нормально, вполне достаточно комфортно. Обратно против ветра я, честно, да, я, наверное, околею. Блин, у меня и головок-то сюда нету. Здесь надо какие-нибудь, блин, там, 18-шки, 20-ки, не знаю. Ну, нифига себе, аж 28 грамм. Я попробую постучать. Единственное, я палку не брал. Более пожестче, потому что, ну, в машине-то она у меня есть. У меня только 3,15, самая большая здесь, и не крушная. Сейчас будем пробовать. Ничего. На эту палку я много раз уже с перегрузом кидал. И не жужжал. Ладненько, так. Ну что, с чего начать? Первое попавшееся, что попадется под руку, с того и начнем. Вот так, погнали. Блин, как увесисто-то сразу же. Да, можно даже, мне кажется, поменьше. Глубина сейчас у меня. Ну вот, и перегруз мы... Не выдержала палка, не выдержала. Что-то я сильно замахнулся. Блин, а насколько у меня с перегрузом-то отработало? Е-мое. Вот так вот. Конечно, на 15 грамм кидать в 28. Ну что, остается у меня не крушная. Каких до этого повреждений не было. Хотя, нет, храню всегда в чехле. Короче, так. Отложил в сторону. Хотя, блин, странно. Я до этого перегружал ее точно так же на яме там ловил. Не держала нам еще. Там тоже веса. Будь здоров. Да. Кто же знал, что я сюда попручу. Я даже и не думал сюда переться. Попробуем, ладно, 18-ка. Блин, ну правда, палкой 1.7 теперь. Жалко. Размахнулся сильно. И все. Хотел постучать головкой на свою голову. Привлечь стуком судака. Босинашка вполне неплохо отрабатывает. Блин, жалко. Жалко, ребят, что делать. Сейчас я не взял-то, блин, палку до 30. Да ладно. Обидно, досадно. Ну ладно. Все, что перешло. Рыдать, что ли? Бывает. Жизнь огорчения. Пока я зазевался, ребят, поклевку прозевал. Что-то кто-то масенький взял. Кто-то совсем крошечный. Выйти. Ну, кушарик. Ваааа. Офигаси, зато какой. Ребят. Вот такой вот красавчик. Немаленький. Ну вот, ребят, первая поклевка. Уже поехал не зря. И палку уже сломал не зря. А сейчас на 1,7 грамма кидаю 28. И даже поклевки не понял. Что-то вроде как тыкнулось. Я как раз, ну, лицом щелкал по сторонам. Бац, такой красавчик уже есть. Главное, не переусердствовать с забросом. А то это самое. А то на то я что-то как швырнул, так швырнул. Палка пополам, блин. Жалко. Ну, ладно. Благо, что палками я дорогими не пользуюсь. Поэтому не так уж и страшно. Хотя, ребят, до этого, ну, честно, блин, палка такие перегрузы выдерживала. И за 30 грамм. Я под 40, по-моему, даже кидал как-то было. Когда течение, по-моему, на яме было. Сильное достаточно. Там даже 30-ка не справлялась. Уже 40-ку увешал. Ну, вот хоть первая поклевка, ребята. Первая. Уже рыбалки скоро конец. И я только первую поклевку получил. Да, надо, короче, большую лодку запускать. Хоть быть несколько, немного помобильнее. И хоть не только в одно место упираться. Потому что еще пока весна полным ходом не пришла. Хотя, сегодня 31 марта. Но, тем не менее. Ну, блин, просто так и начал. Что-то, е-мое, была сейчас поклевка, ребят. Я так и не понял, ну, подвисом. О, зараза такая, а. Как уж шарик, походу, брал. А, какая-то возня пошла, ребят. Поклевка. Сошел, блин. Зараза. Как бы хвост по-новой не отхреначил. Что-то пошла, ребят, возня пошла. Весь день промучился. Посмотрим, что-то мне кажется. Что-то, на фетике прямо темные. Прямо стащил просто приманку. Прямо вот эти фетики ему понравились. Так. У меня была-то одна потестировать. Только такая черная-красная. Я, знаете, бывает беру на рыбалку, ну, что-то там забракую, что-то там с облоем получается. Такое беру именно потестировать. Косяки, ну, не сильные в любом случае. Вот такие беру. Ну, вот одна у меня единственная черная-красная-то была. Фетик. И вот, пожалуйста, на синюю сейчас перепробовал другое. Тоже черно-красная. Нифига. Вот именно, смотрю, ему фетик нравится. Сейчас надо будет пробовать еще что-то. Фетики у меня еще какие-то есть. Так что вот какая-то возня потихонечку начинается, ребят. Промерз, конечно. Я, блин, это просто вы не писать. Весь день на холоде. Весь день просто. Ну, ничего. Рыбалка делала такое. Поэтому рекомендую, ребят. Одевайтесь всегда хорошо. Я что-то сегодня несколько лоханулся. Очень лоханулся. Сейчас еще против ветра обратно идти. Зуб на зуб попадать не будет. Идти мне до машины километров, наверное, сюда 6,5. Там еще парочку. Ну, 8 с лишним километров. Против ветра, против волны. Ветерок-то не такой уж сильный, но, блин, пронизывающий, зараза. Опять сошел. Блин, да что ты будешь делать? Ну, вот пошла какая-то возня небольшая. Это радует. Солнце, правда, в глаза светит, так как-то не очень комфортно. Блин, очки надо найти. Как-то вот в одну точку кидаешь, и вот там вот поклевки. Ну, чтобы я вокруг обстрелял все. Нифига. Вот в одну тут чуть правее куляешь, какие-то хоть поклевки. Опа. Есть. Блин, сошел. Сошел. Кто-то подвисом брал. Валера, это просто какой-то трендет. Что-то, ребят, сегодня какой-то немой день прямо. Валера нарвался на выход, когда пришел сюда. Сколько он? Штук пять, ну, мелких выбросов, одного в зачете взял. Вот, я пока там, как я сюда пришел, рыба клевать перестала. Короче, вот такой момент, такой момент, блин, надо же. Это был судак, подвисом брал, не поклевка, ничего. Вот именно подвисом, но чувствовалось рыба. Хотя, может, кого-то нет, подбагривало. Нет, ряд, я думаю, что все-таки судак. Ну, здесь хотя бы хоть как-то, ребят, хоть чуть-чуть повеселее. Хоть чуть-чуть, потому что там, где я стоял, конечно, совсем, блин, просто совсем грустняк был. Здесь уже у меня штук шесть поклевок, хоть каких-то, но поклевок. И один окушарик пойманный. Валера тоже окунька еще одного поймал. Ну, по крайней мере, он на какой-то хоть выход нарвался. Поклевало вполне неплохо, буквально какой-то период времени. Ну, хотелось бы хоть как-то уже поймать что-то еще. Ну, в смысле, помимо окуня. Потому что нездаром же я тут мерзну, блин, как этот самый, целый день. Просто, просто мерзну. Еще обратно идти, ребят. Чеи приступают. Опа. Вот он, вот он, вот он, вот он. Кто это? Кто на судака, похоже. Ну вот, хоть кто-то бахнул. Ну-ка, в зачете хоть. Ну, судя по сопротивлению, мне бы не сказал, что он зачетный. Ай, тихо, кусик мой. Огрызулик. Подбородком взял. Вот такой вот, ребят, мега-рыб. Да, да. А я думал, чуть покрупнее, потому что он подбородком взял. Чуть-чуть шибче сопротивлялся, но не скажешь, что крупный. Ну, прижимал, прижимал, по крайней мере. Зараза такая. Мелочь, а приятно. Она скачает. Волна морская. Ну, хоть что-то, ребята, блин, вообще. Ну, конечно, нужно тепло. Нужно чуть-чуть сейчас подождать. Вот, блин, когда потеплеет. Пока прогноз дальше такой неактичный. Опять какие-то ветерки пишут уже в заливе будет. Не айс, короче говоря. Опа, опа. Подвисик опять был, ребят. Что-то я пропукал его. Что-то какая-то, смотрите, возня пошла, возня. Может, сейчас что еще и расклюется. Порывчик ветра стихает. Прям, знаете, солнышко начинает чуть-чуть греть хотя бы. Блин, так холодно, конечно. Ай, вообще, что-то я как-то, ребята, блин, лоханулся сегодня с одежей. Это вообще. Надо же было так. Что-то я как-то совсем-совсем не подумал. Зато по ветру как пульнешь, так пульнешь. Летит, блин. Ветер ледяной, блин. Уже весна. Должно быть более-менее тепло. Нифига тепла не приходит никак к нам. Вроде было тут несколько дней. Прям таких волшебных. Кто-то смотрел там одну из прошлых, один из прошлых роликов, там на Салаке, я бы вообще благодать. Там вот фрагменты из Судака, где попытка была у меня на вечерочку выскочить. Тоже погодка, прям, ну, волшебство просто. Даже, вот как сейчас одет, было даже жарко. А тут я еще что-то... Зимний костюм уже убрал. Думал, что не понадобится. А нет, надо доставать. Понадобится, по всей видимости, еще. О, блин, раздувать начинают, ребята. Как-то барашки начинаются. Здесь, по крайней мере, с этого... Этот ветер не разгонит хорошую волну. Если бы был бы западник, я бы уже отсюда бежал бы. Да, точно, трава. Еще раздувать начинает. Против волны, я, честно, охренею, блядь, охренею. Не, был бы одет нормально, это пофигу, блядь. И похлеще бывал, это фигня, это еще не волна. Так у меня подлива, блядь, ручьем с носа просто. Валера стоит, его даже якорь не держит. Несет его, как с добрым утром. Поэтому я, ребята, сюда пользуюсь большими якорями. Нафиг. Встал вертикально, фактически, он у меня висит. Не крутит ни вправо, ни влево. Единственное, что надо, блин, перекориться уже надо будет по-другому. Потому что сейчас уже в лодке воды накидывает через борт. Волнишка подымается. А, закидывает по заднице. Сейчас надо будет перекориться. Прогноз не ошибался, как и обещали. Что усилится ближе к вечеру. Как пульнешь, зато так пульнешь. Ветром подхватывает. Приманка хрен знает где. Как бы Валеру не сбить там. Ну что, Валер, батарейки сели? Батарейки сели? Ну да, еще чухай. Да я тоже сейчас буду собираться. Я посмотрю, если там потише будет, я может в куточек еще забегу. Я может еще в куток забегу, не знаю пока. Сейчас посмотрю по ветру, если там потише будет. К вечеру усиление, да. Надо, короче, сваливать, да. Да, ребят, по прогнозу усиление. Короче, давайте. Три контрольных заброса. И надо валить, потому что, да, к вечеру там он до пятнашки, по-моему, усиливается. По прогнозу я смотрел. Поэтому и так уже не сладко. Сейчас-то не такой уж большой ветер. Сейчас сколько? Метров 7-8, наверное. Вот. Ну, для моей лодки это, конечно, многовато. Ну, просто большое расстояние. Идите так-то, когда ладно, там пару километров. А идти мне... Ну, короче, идти мне 6-6,5, плюс еще два потом там еще. Ну, там потише будет. Поэтому сейчас, наверное, короче, три контрольных и отсюда, отсюда, короче говоря. Три контрольных и отсюда. Три контрольных и отсюда. Фу, ребят, я так давно не колел вообще. Шел я, короче, больше часа. Охренел так, что задница мокрая. Блин, я вообще в шоке просто. Еле собрал вещи. Ну, и прикол еще один. Когда собирался, сломал еще одну палку. Короче, кончик у микрухи отломал. Уже, знаете, руки нихрена не слушаются. Не заметил, что карабин, ну, в конце, в самом, начал, ну, разнимать колено. Холч, щелк, блин. Короче, охренеть. Вот это рыбалочка. Минус две палки. Фу, блин, ну, я охренел, ребят, так, что я так в Якутии не мерз даже, когда, помнится, были моменты. Фу, меня колотит нахрен просто. Вот это, да, прикол, порыбалил. Вот это порыбалил. Вот такое-то у меня открытие сезона. Блин, сейчас подмораживать, походу, начало под вечер. Там прям такая дубарина, блин, я против ветра. У меня локоть полностью промок, жопа мокрая. Фу, ну, все равно, зато я побывал на рыбалке, друзья. Ладненько, все, мне пора домой. Вот такая у меня сегодня получилась рыбалка. Минус две палки, блин. Ладненько, как всегда, всем желаю здоровья. Всем ни хваста, ни чеши. И до новых встреч на водоемах. Всем пока-пока. Я охренел просто, блин. Ладно, погнали.